Добрый день, дорогие друзья! 22 ноября вынуждение известного русского писателя, этнографа, фокалериста и военного врача Владимира Даля. Владимир Иванович также является создателем рокового словаря живого великорусского языка. Сегодня мы обратимся к сказке автора «Журав и цапля». Изначально это русская народная сказка. Она известна в переложении Александра Апанасьева и Константина Ушинского. Сегодня мы прочитаем версию Даля. Так, Владимир Иванович Даль, журав и цапля. Летала сова, веселая голова. Вот она летела, летела, досела. Головой повертела, снялась и опять полетела. Летала, летала, досела. Головой повертела, по сторонам посмотрела. А глаза у нее как плошки, не видят ни крошки. Это не сказка, это присказка. А сказка впереди. Пришла весна по зиму. Ему ее солнышком гнать допекать. А травку-муравку на земли взывать. Высыпала, выбежала травка на солнышко поглядеть. Вынесла цветы первые, подснежные. И голубые, и белые, синие-алые, и желто-серые. Потянулась из-за моря перелетная птица. Куси да лебеди, журавли да цапли, кулики да утки, Певчи ташки и хвостунья синичка. Все слетелись к нам на Русь гнез давить, семьями жить. Вот разошлись они по своим краям, по сепям, по лесам, по болотам, По ручьям. Стоит журавль один в поле, по сторонам все поглядывает, Головушку поглаживает, а сам думает, Надо где мне хозяйством обзавестись, Гнездо свить, да хозяюшку добыть. Вот с вилом гнездо, плоть у болота, А в болоте, в качкарнике, сидит долгоносая-долгоносая цапля. Сидит, на журавля поглядывает, да про себя посмеивается. Ведь уродился же неуклюжий какой. Тем временем надумался журавль, Тай, говорит, посватаю цаплю, Она в наш рот пошла, и клюв наш, и на ногах высока. Вот и пошел он, даренный дорожкой по болоту. Тяп да тяп ногами, а ноги и хвост так и вязнут. Вот он упрется клювом, хвост вытащит, а клюв увязнет. Клюв вытащит, хвост увязнет. На силу до цапленной кочки дошел, Подлетел в тростник и спрашивает, А дома ли, сударушка цапля? Здесь она, что надо, ответила цапля. Иди за меня замуж, сказал журавль. Как не так, пойду я за тебя, за долговязого. На тебе и платье короткое, и сам ты пешком гуляешь, Скупо живешь, меня на гнезде с голоду уморишь. Слова эти показались журавлю обидными. Молча он повернул, да и пошел домой. Тяп да тяп, тяп да тяп, цапля, сидя дома, пораздумалась. А что же вправду, для чего я ему отказала? Мне, что мне лучше жить одной. Он хорошего роду, зовут его щегольком, Ходит с хохолком, пойду к нему доброе слово перемолвать. Пошла цапля, а путь по болоту не близок. То одну ногу увезет, то другую. Одну вытащит, другую увезет. Крылышко вытащит, клюв засадит. Но пришла и говорит. Журавль, я иду за тебя. Нет, цапля, говорит ей журавль. Уж я раздумал, не хочу на тебя жениться. Иди туда, откуда пришла. Стыдно стало цапля. Закрылась она крылышком и пошла к своей кочке. А журавль, глядя за нею, пожалел, что отказал. Вот он выскочил из гнезда и пошел следом за нею болотом ищить. Приходит и говорит. Ну, так уж быть, цапля. Я беру тебя за себя. А цапля сидит сердитое-присердитое и говорит журавлем не хочет. Слышь, сударня цапля, я беру тебя за себя, повторил журавль. Ты берешь? Да я не иду, отвечала она. Нечего делать. Пошел опять журавль домой. Этакая нравная, подумал он. Теперь ни за что не возьму ее. Уселся журавль в траве и глядеть не хочет в ту сторону, где цапля живет. А та опять передумала. Лучше жить вдвоем, чем одной. Пойду померюсь с ним и выйду за него. Вот и пошла опять ковалять по болотам. Путь до журавля долог, болото вязко. То одну ножку увезет, то другую. Крылышко вытащит. Клюв засадит. Журавль на силу добралась до журавлиного гнезда и говорит. Журонька, послушай-ка, так и быть, я иду за тебя. А журавль ей в ответ. Не идет Федора за Егора, а и пошла бы Федора за Егора. Да Егор не берет. Сказав такие слова, журавль отвернулся. Цапля ушла. Думал, думал журавль, да опять пожалел. Для чего было ему не согласиться взять за себя цаплю, пока та сама хотела. Встал скорехонько и пошел опять по болоту. Тяп, тяп ногами, а ноги-то хвост так и вязнут. Вот упрется он клювом, хвост вытащит, клюв увезет. А клюв вытащит, хвост увязнет. Вот так-то и по сию пору ходят они друг за дружкой. Торожку протарили, а пиво не сварили. Вот такую интересную сказку в переложении Владимира Даля мы с вами прочитали. В Центральной Горской библиотеке имени Ломоносова есть и другие книги этого знаменитого писателя, в том числе и его толковый словарь в нескольких изданиях. Пожалуйста, приходите к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok